ребят всем привет меня зовут ильнур и вы на канале ndtv сегодня у нас да наконец-то наконец-то да сейчас мы идем короче в декатлон потому что нам нужно в прошлом видео мы пытались купить палатку да в этом ваша не которые паркался там палаток не было там были какие-то настилы пляжные но это совсем не то они маленькие они неудобные они по моему без пола вот а нам нужна нормальная палатка так что мы сейчас пойдем в декатлон потому что сказали что в декатлоне тоже бывают палатки мы посмотрим там цену и поедем в большой ашан это на южном это проспект собеды это далеко до туда ехать да вот мы поедем до туда в ашане тоже еще раз посмотрим палатку если не будет то будем уже решать смотреть может быть там купим где-нибудь загуглим короче будем искать уже потому что мы вчера оба вид смотрели в принципе магазины есть всякие но они блин вот там цена не написано как бы там не поймешь там цена даже написано но нужно короче приходите смотреть что за палатку даже не особо понятно они как-то пишут и не знаю короче нужно приходить смотреть вот мы пошли в декатлоне стоит 12000 самая дешевая палатка двухместная при том что еще как нам сказали то какая-то трекинговая которая облегченная которая да для меня тоже трекинг для меня трекинг эти подслеживания нет ну как это к палатке от не знаю короче но они все они все такие если так подумать мы же палатку же не каждый используем так что не хрена не нашли они покупали мая вроде бы да видите уже все раскупили трех мест но они купили за 1800 вот но в общем мы сейчас едем на т.с. южный ашан если мы там не найдем а в аптечку в аптечку говорю я в южном вообще ни разу не был есть там не будет будем гуглить надеюсь да конечно нам до метро а еще у меня небольшая проблема вчера когда мы ходили до паркаус я был шлепках мне очень сильно натерла ногу да на обеих ногах короче огромные мозоли они обе лопнули и я теперь ходить нормально не могу мне пришлось одеть короче черные кроссовки от которых у меня в ноги просто горят на лепит веклопластыре которые уже отклеились потому что на ногах собака вспотела от этих жары короче я сейчас иду вообще мега веселый отпуск первый день отпуска уже блин мозолик весь ну блин да на работе конечно знаешь с одной стороны кайфово то что есть контеры там прохладно а здесь сейчас такая духота я не знаю чё куда ну там нет тебя да и мы там не отдыхают мы зашли короче шурмичную хотели шаурму взять да еще знаете что мы купе хотели купить шаурму а в итоге нам дали в лесу мы такие а чё это такое типа вы хотели шурму но мы все равно короче этот настраиваюсь на шурму а мне собака 42 градуса ребят там записать невозможно 42 градуса и палатку мы так и не нашли там нет ни хера другой магазин до недалеко отсюда будем надеть что там есть потому что уже все начинает надоедать уже искать но нужно найти мы знаем где точно есть но не хочется там покупать потому что это во первых частник во вторых но возможно цены там дорогие там быть говорю же непонятно просто прочно это в котлоне купить ну ты котлоне блин 12 кусков отдавать за месту дает чуть слишком дорого мы тогда не будем тогда мы у кого-нибудь чуть подыщем как-то так это неужели мы купили палатку не там где хотели конечно мы купили но тем не менее мы ее купили блин да все мы наконец-то дома сейчас кушаем переодеваемся убираемся собираемся и все аль я уже нет не терпит уже переодевается короче все мы погнали ребят не будем время тянуть и вам это все показывает вообще не интересно правильно потом снимем да не может быть а может и с ним короче мы все погнали стой 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 подожди присяд чуть-чуть чапи ссыклу короче я записывал увидели там две собачки маленькие они между собой чет раздеваться бегают короче одна этих видов побежал хотела поиграть а этот как рванул короче и сердце с пятки ушло и зовешь он убегает просто дороги короче как быстрее побежала и побежал за той коричневой маленькой типа чтобы остановить я их короче схватил коричневого потом беленькая подбегает что-то начинает вокруг меня кружится короче беленькую хватай короче одна из них начинает короче меня вот так вот покусывать короче ну как бы игра есть вот так вот так и покусывать не кусает им его так и просто начальностью короче челюсть открывает вот так и делают алия быстро чекка короче хватает идет когда ну руках просто не несет. У меня до сих пор стресс такой. Дуряк, вот не понимает, что с ним играются. Он просто берет, убегается. Да, вообще, блин. Вообще, сыпушка. И детей еще боится. Он хочет с ними играться, но когда дети подходят, он от них убегает. Нет, он хочет с ними играться, но просто родители как-то раз. Вдруг напрыгнут еще, потом мы виноваты будем. Короче, пошли быстрее в магазин, уже все надоедает. Ребята, мы сидим на полу. Доехали. Доехали, короче, оставили сумки в машине. Нику оставили тоже в машине, потому что надоело уже. Сами сейчас сидим, вот, полчаса осталось. Человек стоит, смотрит. Да. Всем привет. Да, вот сидим, короче, сейчас этот ждем. И наш отпуск начинается. Главное вот этот день прожить. Не день, а вот именно день, вечер. Это уже другое дело. Вот это боец. Потому что, во-первых, ноги вообще, вот там сидеть в одном положении, это невозможно. Машина, блин, такая, не позвонит. Четыре часа езды. Четыре часа езды. Да, было бы два часа, да, или три хотя бы, ну, четыре часа. Скажи, что не шесть. Ну, так бы, если жили бы в Москве, если бы вот тогда нам предложили, типа, едьте в Москву работать. Мы бы двенадцать часов ехали бы. При том, что еще не просто ехали бы, а на поезде до Бугульмы. На самолете лучше. На самолете, только Чапик с Никой. Отдельно от нас. Ну, ладно. Ага, ладно. Что будет-то? Нет уж. В клетке же. Нет уж, так проще. В клетке же? Да, но так проще. Ну, какие свежки классные. У меня даже таких нет. В общем, в общем, ждем. Ребят, мы, в общем, доехали до дома спустя, сколько там, шесть, что ли, часов? Ну, или семь часов. Все потому, что мы по пути еще заехали в деревню. Мы вообще, на самом деле, до деревни доехали, и там нас уже родители встретили. Вот, сейчас распаковались, там, Нику пока тостят, 30-е переоделись, и опять горенькие сиськи трясу. Дети, короче, все потихоньку. Слышите эти звуки? Смотрите, смотрите, какой маленький комочек. А еще у родителей собачка. Они сказали, это щеночек маленький, а в итоге это здоровенный волкодав. Ну, серьезно, по сравнению с Чапиком, здоровенный волкодав. Чапик вот этого котенка, кстати, тоже боялся. Что ты собрался-то? Чего ты? Чего ты? Ой, посмотрите, какой маленький. Моёсенький. Покушаем сначала. Слушайте. Короче, сегодня было по планам мне пройти медкомиссию. Проснулся в 7 часов утра, точнее меня разбудили в 7 утра. В 8 утра мы уже были одеты, готовы. Ну, где-то ближе к половине девятом мы уже выехали. Я прошел в бюрографию, потом, короче, в платную эту... Ну, где, короче, вот эта медкомиссия проходит. В платную подошел, оплатил. Мне сказали, что прием только с 4-х вечера. Да. Я, короче, сдал анализы, потому что там можно было анализы сразу сдать. И потом уже ходил, короче. Ну, как ходил. Пошел к родителям Алии, потому что она, в принципе, уже там была. И там мы покушали, посидели, поболтали. Алия осталась там, потому что я пошел сейчас проходить медкомиссию. Я ее прошел, и сейчас я поеду с родителями еще по делам, короче. Алия, ну, решил и там, короче, остаться у родителей. Вечером потом сама приедет. Как-то так. Вышли с Чапиком погулять. Да. Собак капец как много, а. Да. И все лают просто. Я сама уже боюсь. Вообще. Невозможно уже бесит все. Собаки, в смысле. Другие. Не наши. Собака. Мы в первый раз тут снимаемся в этой бане родителей Нура. Да. Потому что мы обычно... Мои родители смесли. Ну, потому что эта баня, это этот... Мушки баня. Просто помыться. Что-то красиво выглядит на камере. Смотрите. Это антенка. Я это ловлю связь с космосом. Нет, я... Завтра будет сложный день у меня и у моей мамы. Так что... Я еду с ними... Да. Я ничего не рассказывал. Так что завтра все узнаете. Ну, для вас это, конечно, будет вот... Ой, извиняюсь. Вот так вот только... Я так и не молчу с левой бых. Щелкать. Да. Для вас это будет вот так вот, а для нас это будет завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!